Невероятно, но факт. В якобы богатой Швеции грядет очередное повышение цен. И хотя сейчас будет много воплей, что в России тоже дорожают продукты, и отрицать мы этого не станем, однако Стокгольм вводил санкции против Москвы, а наоборот-то вроде движения не было. Плюс вот США ввели уже столько санкций, что считать замучаешься, однако, как пишет вполне себе американское издание The New York Times, у жителей как раз в последней сфере державы финансы поют романцы. Да, честно сказать, не только простые Мэри и Джон из Калорадо платят налог Путина. Мы уже ведь не раз и не два рассказывали, как хоть в Польше, хоть в Англии обеспеченные жители бьют рекорды десятилетий по выносу еды из магазинов без денег. Очевидно, местные предприниматели должны радоваться, ведь так они приближают победу над Кремлем, но есть подозрение, что бизнесмены не сильно в восторге. Даже больше в последнем интервью Олаф Шольц сказал, что Германия подоздержалась, а потому субсидий на электричество для производственников не будет. Угадайте с одного раза, как это отразится на ценах и так подорожавшей продукции, вроде бы богатой ФРГ, и станет ли еще быстрее теперь большой бизнес смазывать лыжи куда угодно, но чтобы подальше от Аналины Бербак и ее друзей. Вопрос, конечно, риторический. А вот то, что олени Норвегии стали бегать питаться в Россию, потому что получается там путинский мох вкуснее, это чистая правда. Единственная история это со вполне себе печальным концом. 40 кособей с рогами приговорили к забою, потому что власти Олсова опасаются, что те будут раз за разом бегать на территорию без демократии. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов, я автор канала «Не конец истории». Из хороших новостей по рассказам друзей, даже ведущие популярной ток-шоу уже иногда так и говорят, это не конец истории. Из не очень хороших, после отмены монетизации на Ютубе в России, особенно когда недавно нам еще и просмотры прикрутили, проект держится на честном слове и без вашей помощи, очевидно, никак. А между тем, несмотря на шутки за 200 наших самых постоянных зрителей, мне, чтобы вам было весело послушать несколько минут новостей, приходится их перебирать, находить то, о чем еще можно говорить, команде собирать ролик, рисовать обложку и так далее. Казалось бы, простое занятие, но это только так кажется. Поэтому мы очень надеемся, ведь вас много на вашу помощь. Номер карты и другие способы перевода вы найдете в описании к этому ролику. Не бросайте нас, ведь это не конец истории. Итак, Литва и Латвия собираются закрыть границу с Белоруссией. Что приведет, разумеется, и об этом уже сказал Александр Лукашенко, только к еще большим проблемам у жителей самой Прибалтики, которые повадились и явно не от хорошей жизни гонять в синюоку и за дешевыми продуктами и товарами. То же самое, кстати, ведь сделали и жители Эстонии, которые, правда, мотаются за шмотками и вкусняшками в Россию. Забавные комментарии из серии «Куда ездить за дешевыми продуктами самим россиянам», которые пытаются качать разные прекрасные товарищи, здесь, правда, не сработают. Ведь если в Россию ездят жители вроде бы золотого миллиарда, простая логика подсказывает, что богатые представители прогрессивного человечества получаются не так уж и богаты. Как грустно получилось и с норвежскими оленями, которые обходят дырявый забор ослов, который тот вроде бы вкладывал много-много денег норвежских якобы богатых пенсионеров. Кстати, экономика Норвегии тоже рекордов не показывает. Правда, и это далеко не конец истории.